здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки я рад что вы учите физику в школе легора динамика закона ньютона задачка 20 24 7 что происходит на горизонтальной плоскости находится брусок масса которого 5 килограмм а на этом бруске находится другой брусок масса которого два килограмма который привязан к стенке вот такой вот ниточкой все коэффициенты трения коэффициент трения покоя 03 коэффициент трения скольжения 02 кстати говоря с этой задачки я чуть-чуть сделал некоторые изменения потому что я посмотрел полазив по просторам интернета что коэффициент трения тоже можно обозначать буквой мю как я и привык вот то есть коэффициент трения до в одних книжках обозначается к других книжках то обозначается буквой мю вот что я буду делать хотя принципиальной разницы конечно и не существует так вот вопрос а какую максимальную силу нужно приложить к телу м2 чтобы сдвинуть его с места сдвинуть его с места так давайте будем думать прежде чем как говорится думать вот давайте с вами посмотрим вот на что задачка на самом деле как бы не простая но после моего объяснения все станет как говорится но свои места смотрите мы сейчас будем вести речь про нижнее тело верхнее тело ну допустим вот это вот которая на нем лежит ведь да что я предлагаю сделать берем два пальчика да вот и начинаем двигать так ну как будто лежит здесь вот кусок резинки разломаны резинку красивую купить ладно вот может быть кто-то подкинет ладно короче говоря вот два пальчика берем и двигаем что получается что оказывается сила трения направлено противоположную сторону но сила трения которая будет действовать на нижний брусок она будет действовать и вот так вот сила трения и сюда сила трения будет направлен эти что происходит и здесь и здесь это сила трения первая пусть будет это сила трения вторая сила трения естественно покоя потому что еще этот самый брусок не стал двигаться потому что мы ищем ту максимальную силу при которой он начнет двигаться ну теперь дальше давайте с вами посмотрим еще какие силы будут действовать значит на этот брусок будет действовать сила тяжести м2g на этот брусок на верхней будет действовать сила тяжести м1g сюда будет действовать сила реакции опора н2g и точно так же будет действовать и сила реакции опоры со стороны нижнего бруска на верхней н1g да вот так вот еще что сам это интересно и на верхней на ней на нижний брусок со стороны верхнего бруска тоже будет действовать сила ожидает на этот самый брусок и это сила ну это вес который обозначен ну пусть будет буква п так секундочку вот эта сила п это вес этого бруска который будет действовать на нижний брусок видите тут ой 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 сколько всего так сказать у нас как бы получилось вот в этом как говорится абсолютно ничего страшного нет ну абсолютно ничего давайте с вами все таки подумаем да что тут будет происходить и так после такого чертежа может показаться что это какой-то дурдом да давайте разбираться еще раз итак смотрим сила тяжести естественно действует на нижний брусок точно так же как и сила тяжести которая будет действовать на верхний брусок силы реакции опоры n2 это сила с которой вот это вот горизонтальная плоскость будет действовать на нижний брусок а поскольку верхний брусок находится на нижнем бруске нижний брусок тоже будет действовать силой направленной вверх на верхний брусок это сила реакции опоры n1 верхний брусок находится на нижний брусок чем своим весом вот этот вес который действует на нижний брусок я обозначил буквой p ну и тут имеется сила трения вот все более не менее так сказать разобрались но теперь с вами давайте смотреть а чему будет равняться сила трения которая действует на нижний брусок со стороны горизонтальной плоскости то есть f трение первое но будет равняться мю коэффициент трения покоя умноженное на что на силу реакции опоры правильно правильно и вот теперь мы с вами должны посмотреть какие же силы будут действовать на нижний брусок по оси у вот ось у давайте смотрим значит нижний брусок есть n2 имеется n2 m2g вниз вот эта сила сила тяжести она на нижний брусок не действует она действует на верхний брусок а еще на верхний брусок на нижний брусок извиняюсь действует вес первого бруска вот p и что мы видим видим вот что что n2 m2g будет равняться m2g и плюс p все видите m2g p и n2 а и вот вопрос чему же будет равняться p а p то есть вес первого бруска на второй он будет равен силе реакции опоры n1 по третьему закону ньютону с другой стороны m1g и n1 они будут одинаковы это уже по первому закону ньютона и отсюда можно будет сделать вывод что вес p он будет равен m1g поэтому здесь я могу записать m2g плюс m1g и тогда сила тренин будет равна мю покоя умножить на что на n2 ну уже за скобочку а тут будет m1 плюс m2 вот такая вот ситуация это сила трения 1 но в принципе эту задачку к этому самому результату очень многие приходят более простым способом а давайте с вами посмотрим вот это первое тело нет это второе это первое тело а будем считать что это одно тело да как бы составляющая m1 плюс m2 поэтому сила трения которую мы ищем она просто будет равно чему мю и умножить на n а n сила реакции опоры будет равняться силе тяжести а силе тяжести какой m1 плюс m2 g да то есть таким способом я пошел этим для того чтобы как бы углубиться немножечко рассказать физику и понять что тут на самом деле как бы силами происходит короче говоря силу трения я нашел понятно да ну а поскольку мы ищем силу f естественно нужно еще взять в расчет и силу трения которая будет испытывать нижний брусок со стороны верхнего бруска ну чему он равняется произведению коэффициента трения покоя на что на n1 а n1 видите m1g то есть m1g и таким образом сила которую мы ищем равна сумме силы трения первой плюс сила трения вторая все чему это будет равняться мю g m1 плюс m2 и плюс мю g m а 1 правильно все ну и что нужно делать подставлять подставлять числа чтобы получить ответ хотя можно это и упростить чуть-чуть вот смотрите мю g можно вытащить за скобку тогда в скобках остается m1 плюс m2 и плюс m1 все ну понятно что это 2m1 подставляем численные значения и получаем я вот здесь вот у меня место есть здесь подставлю значит эта сила будет равняться 0 3 умножить на 10 и посчитаем 2m1 4 плюс m2 5 значит на 9 это 9 и 3 получается 27 ньютонов вот такой вот ответ мы получили так на первый вопрос этой задачи мы ответили и переходим ко второму вопросу а чему будет равняться сила натяжения натяжения нити а вот она я буду обозначать буквой т силу натяжения нити давайте с вами посмотрим что будет происходить с верхним бруском нарисуем его отдельно вот у нас в увеличенном виде первый брусок первый брусок это верхний брусок то есть тот который находится на нижнем бруске вот значит что у нас тут это сила натяжения нити а какая же еще сила будет действовать по оси х на верхний брусок вот представим себе что сейчас нижний брусок поехал вот верхний это кусок резинки нижний смотрим внимательно нижний брусок поехал ведь поехал поехал то есть верхний брусок по отношению к нижнему движется справа налево а это значит что сила трения которая будет действовать на верхний брусок будет направлена вот в эту сторону это сила трения вторая да только в данной ситуации вот эта сила она действовала на нижний брусок а это сила трения та же самая будет действовать на верхний брусок вот и все а сила трения вторая это мю на n1 а n1 это m1 g то есть это сила трения покоя естественно вот значит будет сила трения покоя на m1 g поскольку t и сила трения которая будет действовать на верхний брусок они будут одинаковы потому что верхний брусок не движется все что мы делаем рассчитываем 0 3 умножить на 2 умножить на 10 получаем 6 нету все ну и еще один интересный вопрос здесь существует в этой задаче то есть вопрос 3 а теперь мы должны найти силу с которой нужно тянуть нижнее тело таким образом чтобы движение было равномерно ну то есть вот как то вот так да и обратите внимание что происходит в данной ситуации нижний брусок движется и верхний брусок движется как бы ну как бы оставаясь на месте да вот понимаете то есть сила натяжения нити в любом случае существует в данной ситуации вот ну хорошо итак вот эту силу мы с вами и должны найти эта сила будет чему равна произведению силы ну а теперь последний вопрос третий а чему будет равна вот эта вот сила которая действует на нижний брусок и мы видим что под действием этой силы брусок нижний движется с постоянной скоростью то есть движение равномерно вот чему данной ситуации эта сила будет равна но опять таки мы видим что эта сила будет равна в сумме двух сил сила трения первая и сила трения вторая только в данной ситуации это сила трения скольжение не покое а скольжение потому что вот этот нижний брусок движется равномерно то есть есть какая-то скорость безусловно ну и что а эта задачка у нас уже была решена была решена потому что сила трения первая она была а у нас равна мю м1 плюс м2 уже только коэффициент трения теперь коэффициент трения скольжения а сила трения вторая была равна коэффициент трения скольжения на м1 g вот и все поэтому опять таки у нас получается что сила будет равняться сила трения скольжения на g а тут в скобочках будет м1 плюс м2 и плюс м1 значит сколько это получается 4 плюс 5 9 а это 0 2 умножить на 10 и умножить на 9 и получается 18 ньютонов вот так вот ну что я могу сказать хорошая задачка вот ну нужно посидеть поразбираться я думаю что сейчас все стало на свои места я рад что вы учили и учить физику в школе или гора пожалуйста если вам не трудно поставьте лайк все ну подписаться на мой канал спасибо всего доброго до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч